Аудиокнига Джованни Бокаччо, Декамерон. День шестой. Финал. Читает Мария Соловьева. Повесть эта всех развеселила и развлекла. Слушатели много смеялись над братом Лукой, особливо над его странствиями и над святынями, которые он видел и которые он привез. Итак, повести Дианео пришел конец и одновременно пришел конец и власти королевы. Тут королева встала, сняла с себя венок и, улыбаясь, возложила его на голову Дианео. Пора и тебе, Дианео, хотя бы отчасти испытать, что значит управлять и повелевать женщинами, сказала она. Будь же королем и управляй нами таким образом, чтобы в конце твоего царствования мы одобрили принятый тобой образ правления. Дианео с венком на голове заметил, смеясь. Да вы же их много раз видели. Я разумею, шахматных королей коим цена гораздо выше, чем мне. Впрочем, если бы вы меня слушались, как подобает слушаться за правдошнего короля, я бы доставил вам развлечения и без коего и праздник не в праздник. Оставим, однако же, этот разговор. Буду править, как умею. Тут он по заведенному обычаю послал за дворецким и, отдав ему подробные распоряжения на все время своего царствования, сказал. Достойные дамы. И каковы те штуки, которые жены вытворяют со своими мужьями. Первое мы отбросим, это детские забавы. А вот поговорить о другом было бы, мне кажется, любопытно. Итак, я повелеваю, раз уж Донна Лечиско подала нам для этого повод, рассказывать завтра о тех штуках, какие во имя любви или же ради своего спасения вытворяли со своими догадливыми и недогадливыми мужьями жены. Некоторые дамы почли для себя неприличным рассуждать на эту тему и обратились с просьбой к Дианео придумать другой какой-нибудь предмет. Король, однако же, возразил им. Милостивые государыни, я не менее ясна, чем вы отдаю себе отчет в том, что это за предмет, и вы меня немало не поколебали. Мне кажется, что в наши дни и мужчинам, и женщинам возбраняется совершать дурные поступки, беседовать же они вольны о чем угодно. Разве вы не знаете, что у нас теперь такое страшное время, когда судьи покинули суды, когда законы как божеские, так равные человеческие, безмолвствуют, и когда каждому предоставлено право любыми средствами бороться за жизнь? Даже если во время нашей беседы вы несколько расширите рамки приличий, то это ни в коем случае не должно дурно влиять на ваше поведение. Вы только позабавите и себя, и других, так что вряд ли вас впоследствии кто-нибудь за это упрекнет. «О чем бы мы ни рассказывали, все мы с первого же дня ведем себя безукоризненно, ничем себя, сколько мне известно, не запятнали, и с божьей помощью не запятнаем себя и впредь. «Да и кто может сомневаться в строгости ваших правил? Что там потешные рассказы? Вы бы и под страхом смерти правилам своим не изменили. Коль на то пошло, так если бы кто узнал, что вы иногда восставали против столь невинной болтовни, он бы, пожалуй, подумал, что у вас у самих совесть нечиста. «Оттого-то, мол, вы и противитесь. Да и хороши же, значит, у меня подданные. Сами избрали меня королем, а ведь я-то всем решительно подчинялся. И теперь навязывайте мне свои законы и отказывайтесь беседовать о предмете, который я вам предложил. «Рассейте же свои сомнения и место не в таких чистых душах, как ваши. Желаю удачи. Надеюсь, что вы не оплошаете». Выслушав его, дамы решились пойти навстречу его желанию, а посему король всем дозволил до ужина считать себя свободными. Сегодняшние рассказы отняли немного времени, и сейчас солнце стояло еще высоко. Дианео и другие молодые люди засели за шашки. Элиса же отозвала дам в сторонку и сказала, «Когда мы прибыли сюда, мне в первый же день захотелось повезти вас недалеко отсюда. По-моему, никто из вас там не был. Это так называемая долина дам. Но до сих пор у нас не было для этого времени. Ну а сейчас солнце еще высоко. Пойдемте. Я убеждена, что вы не пожалеете». Дамы сказали, что пойдут с удовольствием, и, кликнув одну из служанок и не сказавшись молодым людям, отправились. Прошление не больше одной мили, и перед ними открылась долина. К ней вела узенькая тропинка, тянувшаяся вдоль прозрачного ручья. И когда они эту долину увидели, то она показалась им неизъяснимо прекрасной, живописной. Каковому отрадному впечатлению много способствовал солнечный день. Одна из них мне потом рассказывала, что долина эта такая круглая, точно ее обвели циркулем. Хотя сразу было видно, что это творение природы, а не человеческих рук. Окружность ее равнялась с мили с небольшим, а цепляли ее шесть невесьма высоких гор. На вершине каждой из гор виднелось нечто вроде красивого замка. Горы спускались к долине уступами наподобие амфитеатров, где ступени идут сверху вниз, постепенно суживая свой круг. То были южные склоны, сплошь покрытые виноградными лозами, оливковыми, миндалевыми, вишневыми, фиговыми и многими другими плодовыми деревьями. Между тем северные склоны поросли дубами, ясенями и другими ярко-зелеными надивостроенными деревьями. А на дне долины, куда не было иной дороги, кроме той, по которой шли дамы, густо росли елики, парисы и лавры. А несколько сосен были так красиво рассажены, что сажал их уж верно мастер своего дела. Даже когда солнце стояло высоко, его лучи почти не пробивались сквозь деревья, и оттого долина представляла собой пышный луг, где росла мелкая трава, где росли алые и всякой иной окраски цветы. Приятно было также смотреть на поток, не извергаясь по кремнистым уступам, прельщая слух своим шумом и взметая брызги, напоминавшие капельки ртути, которые откуда-нибудь выдавливают, он вытекал из той части долины, что отделяет одну гору от другой. Когда же он достигал небольшой ложбинки, то, сузившись до размеров прелестного ручейка, стремительно нес свои воды к середине долины, и здесь образовывал пруд, напоминавший садки, которые там, где это возможно, устраивают у себя горожане. Воды в пруду было по грудь человеку, не выше, и такой отличалась она чистотой и такой удивительной прозрачностью, что над ней ее видны были мельчайшие камешки. При желании от нечего делать их можно было пересчитать. И не только дно было видно в пруду, но и великое множество мелькавшей в воде рыбы, восхищавшей и дивившей взор. Пруд со всех сторон окаймляла луговая трава, особенно в этом месте яркая, от того, что у нее не было недостатка во влаге. Всю воду пруд вместить в себя не мог, и эта лишняя вода по другому протоку вытекала из долины и орошала более низкие места. Молодые дамы все здесь осмотрели, и местность им очень понравилась, а так как жара стояла палящая, то они, уверившись, что подглядывать здесь некому, решились в прозрачном этом пруду искупаться. Все же они велели служанке стоять на тропе, которая их сюда привела, смотреть не идет ли кто и в случае чего дать им знать. А затем все семь девушек разделись, вошли в воду, и вода настолько же скрыла их белое тело, насколько тонкое стекло могло бы скрыть алую розу. Войдя в воду, немало от того незамутившуюся, они принялись гоняться за рыбками, которые не знали, куда от них деться, и старались поймать их руками. Так они некоторое время резвились и поймали несколько рыбок, потом вышли из воды, оделись, решили, что пора домой, и в совершенном восторге от всего, что им довелось видеть, не спеша тронулись в обратный путь. И дорогой они еще долго говорили о том, как здесь красиво. Вернулись они довольно рано, и отчего ушли, к тому и пришли. Молодые люди все еще играли в шашки. «А мы вас нынче перехитрили», — со смехом сказала Пампинея. «Каким образом?» — спросил Диана. «Стало быть, прежде чем рассказать о чужих плутнях, вы сами начали плутовать?» «Да», — сударь отвечала Пампинея, а затем подробно рассказала, где они были, что это за местность, как далеко это отсюда, и что они там делали. Узнав, какая там красивая природа, король загорелся желанием ею полюбоваться и велел немедленно подавать ужин. За ужином все изрядно веселились, а затем трое молодых людей, оставив дамы, взяв с собой услуг, направились к долине, где никто из них никогда не был, и в волю налюбовавшись ею, сошлись на том, что это один из самых красивых уголков во всем мире. Так как было уже поздно, то они, выкупавшись и одевшись, возвратились домой и увидели, что девушки под пенье Феметты танцуют круговой танец. Как скоро девушки перестали танцевать, молодые люди заговорили с ними о долине дам и долго восхищались и восторгались красотой тех мест. Король позвал дворецкого и велел на утро все там приготовить, между прочим, захватить и постели, на случай, если бы кто захотел поспать или поваляться в полдень. Затем он распорядился принести свечи, подать вина и сластей, и когда все и тому, и другому отдали должное, сказал, что пора открывать танцы. По воле короля повел быстрый танец Панфила, а сам король, обратясь к Элисе, ласково сказал ей, «Красавица, утром ты оказала мне честь, возложив на меня венок, а я намерен оказать тебе иного рода честь. Я хочу, чтобы нынче вечером спела нам песню ты. Спой ту, которая тебе больше нравится». Элиса в ответ улыбнулась, охотно согласилась спеть, и в то же мгновение послышался ее сладкий голос, «Любовь, ты так впилась в меня когтями, что сделать мне больней не смог бы самый хищный меж зверями. Была еще совсем я молодой, когда беспечно в бой с тобой вступила, и мне, что все окончится игрой, оружие в сторонку отложила. А ты, коварная, напала с тыла, и на спине моей повисла, горло стиснув мне руками. Потом, невнемля стону моему, меня скрутила, в цепи заковала и выдала, как пленницу тому, в чьем сердце милосердия не живала. Тирана беспощадней не бывало и нет среди людей, его нельзя разжалобить слезами. Устала я их бесполезно лить, на скорбный зов бесцельно ждать ответа, и жизнь нет у меня желания длить, хотя и сил покончить с нею нету. Так пусть любовь не избежит за это и тот твоих цепей, кого я не растрогала мольбами. А коль над ним не властна даже ты, то погаси хотя погонь, которой зажгли во мне напрасные мечты, чтоб вновь красой я радовала взоры и вновь могла венчать себя, как в пору счастливых юных дней, багряными и белыми цветами. Спев песню, Лиса горестно вздохнула, и хотя слова той песни всех удивили, ни один человек так и не догадался, кто же виновник ее мучений. А король был в добром расположении духа, он позвал Тиндара, послал его за волынкой, и под звуки этой волынки, по желанию короля, все долго еще танцевали. А когда же перевалило заполночь, король всем велел идти спать.